Окей, еще раз, да, всем добрый вечер. Сегодня мы с вами проведем интересную пару, посвященную высокой доступности в базе данных POSBITS. Вот, наша пара называется масштабирование базы данных. Вот, основные моменты, мы пройдем оптимизацию доступа к данным, в частности, рассмотрим, как же ускорить доступ к этим нашим данным, да, например, с помощью мотивизованных представлений можно сделать, или с помощью Moncache, Redis. Вот, также рассмотрим, как производится масштабирование баз данных, в частности, в нашем POSBITS-е, вот, какие инструменты применяются, какие есть виды масштабирования. Рассмотрим теорему CAP, на самом деле очень известный теорем. Рассмотрим патриотационные таблиц, то есть, как она реализована именно на уровне POSBITS, ну, какие у нее есть особенности, плюсы-минусы. Рассмотрим распределенные транзакции, двухглазных коммит, ну, и, конечно же, важный момент, как репликация и пластелизация. Ну, давайте по порядку. Вот, я расскажу вам о оптимизации доступа к данным. Ну, если кратко, то есть, например, метод партизационирования, то есть, разбиение на секции. Вот, ну, на самом деле, он достаточно интересно реализован у нас в POSBITS-е, вот, я расскажу подробнее чуть позже. Есть материализованные представления, вот, ну да, есть, вроде бы, обычные представления, те, которые ходят к таблице, а есть материализованные. Чем они отличаются, вы увидите, и как они именно помогают, именно в плане оптимизации доступа к данным, тоже рассмотрим. Ну, и, конечно же, кэширование данных. Это про кэш, не который именно на уровне сервера, а про кэш на уровне базы данных. Он, на самом деле, отличается, вот, у него есть свои собственные методы, мы это рассмотрим все. Ну, окей, для начала материализованные представления. Вот, как вы думаете, да, вот есть представления обычные. Чем отличается обычное представление от материализованных? Вот, Эллина, что думаешь? Может, нам студенты подскажут. Студенты подскажут? Чем отличаются? О, аудитория немножко оживилась, так, прозвучал вопрос. Ну, на самом деле, я думаю... Так, давайте, есть таблицы, есть представления. С представлением вы уже знакомы. Знакомы, да? Да. Знакомы, да? Вью, крейтвью делали. Крейтвью. Теремин, новый термин, новое слово, материализованное представление. Чего отличается? Вот, исходя из термин. Материалайз. Да, материалайз. Ну, смелее, смелее. Хорошо, смотрите, есть представление. Есть представление, да? Представление, оно куда, от чего оно свое представляет? Запрос, в принципе, да? Верно? Сохранено по каким-то номинованиям. Так? Да. Вот. Соответственно, если мы вызываем представление, то фактически мы что вызываем? Запрос. Который ходит к множественной таблице. Верно? Чем представление сейчас функции? Представление — это не функция. Может, это уже готовые данные? Представление — это запрос. Близко к этому, да. Смотри, если обычное представление — это просто запрос, и каждый раз вызывая наш запрос, ну, наше представление, мы фактически вызываем наш запрос в виде подзапроса, да? И ходим в основные наши файлы с таблицы, ну, таблицы, с которой представится был файл. А материализованное представление будет на самом деле что-то типа сохранение состояния, да? То есть вы создали материализованное представление, потом его выполнили, вот, и получили состояние данных на текущий момент времени. То есть фактически, ну, что-то типа кэша, да? Ну, в каких случаях это может реально использовать, в каких случаях это может быть удобно? Наиболее распространенный кейс, допустим, у вас есть некоторые там оперативные базы, из них сливается информация в базу отчетов, в базу агрегаций, по которой менеджеры, аналитики, маркетологи, финансисты и прочие-прочие-прочие люди строят разного рода отчеты. Отчеты обычно сложные, считаются долго. Поэтому распространенная практика является создать несколько материализованных представлений, которые считают какие-то общие агрегаты, которые нужны всем отчетам. Они, допустим, эти материализованные представления обновляться будут по ночам, когда нагрузка минимальная на эту базу отчетов, когда никто из пользователей там отчеты свои не строит, а потом днем приходят люди на работу и на базе, на основе материализованных представлений уже строят сложные отчеты, получают информацию быстро. Не только быстро, но еще и разгружают доступ к этим таблицам. Заметьте, да? Обычное представление, оно входит в эти файлы с этими таблицами, то есть она все равно их загружает, она их читает, а материализованные представления, она их не трогает, она входит в свой файл, в котором данные хранятся. Более того, да, по материализованным представлениям в конгрессе можно создавать индексы. Это будет очень круто, очень быстро работает. Ну, давайте рассмотрим, как это делается, да? То есть мы, как-то стандартно, создание происходит с помощью ключевого слова create. Create materialized view. В принципе, ключевая именно как раз такая фраза. Также она имеет название, также она указывает на некий запрос. Явное отличие, опять-таки, от обычного представления, оно может содержать индекс. Вот здесь видим тоже на примере, у нас указывается create index, он материализован. Индексы, в принципе, здесь можно брать также любые стандартно. То есть здесь нет такого явного ограничения, например, что только бы три индекса. Можно использовать поздно. На самом деле материализованное представление это достаточно распространенная практика, и многие промышленные СУБД эту функциональность реализовывают. Вот важным отличием, да, важным отличием именно материализованных представлений по сгрейску и с которыми можно столкнуться с теми особенностями, не ожидать такого. Их нужно всегда обновлять явно. Например, в Орокле материализованное представление обновляется автоматически. Как только в исходную таблицу были вставлены или изменены или удалены данные, то автоматически перестраивается все материализованные представления на основе этой таблицы. В постгрессе это не так. Тут, на самом деле, конечно, есть как минусы у этого решения, так и преимущества. Минусы, ну, понятно, что нет возможности получать измененные данные в реалтайме. А плюсы есть возможность отложить тяжелый просчет материализованных представлений на менее нагруженное время. На время простое. Да, если же есть необходимость делать это в реалтайме, есть один простой выход. Какой? Догадаетесь? Да, использует триггер на исходную таблицу, которая при изменении данных вызывает обновление материализованного представления. Как бы то же решение. Ну вот вообще сама строка, сама команда обновления материализованного представления представлена на слайде тоже, в самом низу. Refresh Materialize Hue и имя нашего представления. Окей, следующее это кэшированный данных. Ну да, все знают о MyMcache, вот, как он вообще реализован, да, вот, но, ну, насчет там хранения в оперативной памяти, на основе хэш-таблиц, все это понятно, да. Но, оказывается, можно работать с УБД, да, именно, чтобы не ваш, как бы, сервис, да, не ваша серверная сторона ложила в кэш, ну, кэшировала данные, да, а именно, чтобы БД управляла кэшем. То есть, БД знает, что данные обновили, БД обновила кэш. Вот, это делается у Postgres'а на уровне, например, такого расширения, как PGMM кэш. Вот, в частности, ну, он реализован на уровне такого стэншена, как Forged Data Wrapper, то есть, БД подключается к кэшу и вложит туда, соответственно, данные. Вот. Само приложение настроено на этот кэш. То есть, сначала она смотрит его, а потом, если требуется, смотрит БД. Вот. Также можно использовать в виде кэша другую базу данных, в частности, например, Redis. Вот. Ну, все, наверное, слышали про Redis или не слышали? Не слышали, да? Но, на самом деле, его особенность в том, что Redis является, ну, почти на 99% хранить данные чисто именно в оперативной памяти. Вот. То есть, она, в принципе, таковых данных почти не хранит только на диске, да? Ну, это документоориентированная база данных с преимущественным хранением данных в памяти. Да. И, ну, понятно, раз данные в памяти, да, то, значит, их легко можно убрать. Причем, часто делаю так, что есть у нас основная база данных, да, сервис с нашим Postgres. А Redis, он лежит как сторонний. Сторонний сервис на стороннем железе, да? Он не использует ресурсы нашего Postgres. Вот. Вот Postgres в него ложит данные. Вот. Наши веб-сервери настроены на этот Redis. Они ходят к нему, забирают данные, читают. Тем самым мы, опять-таки, разгружаем нашу основную базу. Вот. Опять-таки, если данные изменились в нашем Postgres, Postgres обновляет данные в Redis, опять-таки, на уровне именно использования такого решения, как Forge и Data Redis. То есть, возможности именно данные запулить в наш Redis. Вот. Давайте рассмотрим, как вообще взаимодействует Postgres и Redis. Здесь есть кратка инструкция, как это сделать. Посмотрите у себя дома, можете выполнить. Ну, на самом деле, все просто. Здесь сделано именно на уровне Linux. Устанавливаем сам Redis, прописываем папки, устанавливаем само расширение на Postgres. Как раз вот есть специальное расширение, которое уже используют как команда Redis, так и команды именно самого Postgresа по взаимодействию между несколькими базами. Вот. Так называемый Redis FDV, Forged Data Wrapper. Создаем мы такой сервер для Forged Data Wrapper, указываем таблицы, то есть, по сути, у нас есть таблицы на Postgres, есть таблицы на Redis. Они, естественно, могут отличаться. Вот. То есть, может такое быть, что, например, мы специально денормировали, ну, даже чаще всего, наверное, тогда будут, мы денормируем наши данные на уровне Redis, потому что нас интересует там высокая доступность и как можно меньше лишних каких-то движений. Вот. На уровне Postgres мы формируем запросы. Вот. Эти запросы мы ложим, данные по этим запросам мы ложим в Redis, а Redis в итоге отдает их веб-сервис. Ну, и маппинг, да, в конце. есть плюсы и минусы. Плюсы, в принципе, очевидны, да, работа будет вот за счет такого приложения, будет работа почти с режимом онлайн, да, то есть, реального времени. Почему? Потому что Postgres, как только у него изменились данные, он сразу положит их в Redis. Вот. Также будет в итоге одни, да, и длинообразие доступа данных, то есть, ну, как будто все лежит подгресс, на самом деле, вот, там, что-то перекидывается, ну, по факту, данные в Redis. Вот. Плохо, что, да, низкая скорость работы, то есть, там у Redis отсутствуют так называемые индексы, в нем там все чисто на уровне Key Value работы ведется. И тем самым, ну, можно снизить именно, поэтому, говорю, там хорошее было бы решение именно писать денормированную базу. То есть, по умолчанию она, как бы, копирует, но лучше денормировать, чтобы снизить именно вот эти вот образы. Но, опять-таки, я говорю, раз индексов нет, соответственно, мы не сможем как-то эффективно искать информацию, да. Ну, и использование хранимых процедур достаточно, ну, вообще, в принципе, вредности нет хранимых процедур, вот, и как-то вот будет не очень аккуратно все. на самом деле, распространенная архитектура высоконагруженных сервисов, это когда между backend, то есть, не такой вариант, когда через Postgres мы ходим в какие-то средства для кэширования, когда между сервером приложения и базой данных ставится кэшер, чаще всего мем-кэш. зачастую... да, это я не спорю, я сразу сказал, что мем-кэшер так используется обычно, вот, здесь же мы привели именно варианты, когда от базы идет складывание данного кэша, фактически вот в этот сервис, некий промежуточный, это чуть-чуть другое решение. Да, но как строятся классические архитектуры, как раз зачастую приложение, когда стартует, оно вытягивает из базы данных какие-то данные, которые ему будут нужны постоянно, формирует из них списки, коллекции, ацели, складывает их в мем-кэш, в тот же мем-кэш возможно будет ходить не только в сервере приложение, но даже браузер клиента. Обычно как раз при разработке базы данных, при разработке приложений высоконагруженных чаще всего наиболее сложным масштабированию поддается именно базы данных. Собственно почему? все знакомы со стандартной архитектурой, может, слышали, да, уже, может, были занятия, как строятся приложения, веб-приложения, высоконагруженные приложения, которые требуются высокая доступность. Есть сервис. Ну, как и фиш, в смысле парадичный сервис полностью. Да, обычно это трехзвенная, так называемая трехзвенная архитектура. Впереди стоит Nginx или какой-нибудь другой веб-сервер, который раздает статику и проксирует запросы к бэкэндам. А бэкэндам в свою очередь уже ходят в базу данных. Три звена этой архитектуры. То есть первая линия это легковесный сервер, который очень быстро принимает огромное количество запросов, может их долго держать, пока бэкэнды отвечают, генерируют данные. Ну, еще и балансируют. Да, и балансируют. Nginx он на слон. Это асинхронный веб-сервер и он предназначен как раз для того, чтобы эффективно держать огромное количество коннекторов. За ним ставятся серверы в приложении. Его задача выполнять тяжелую работу и отдавать ответ Nginx и то и другое балансируется очень легко и просто. Nginx можно поставить в кластер сколько угодно, настроить DNS, Round Robin или Haproxy. Все, сколько нужно, мы сделали масштабирование в любой момент. Поставили сервер в стойку, настроили, клонировали, буквально все, он работает. Сервер приложений бэкэн точно так же. Он масштабируется очень легко и просто. Поставили сервер в стойку, добавили его в кластер, включили балансировку, все, работает. Что же касается базы данных, то тут у нас проблема. Просто так поставить сервер в стойку базы данных это нам в общем-то ничего не даст. Поэтому масштабирование базы данных это всегда проблема. Собственно, что такое масштабирование, когда возникает необходимость с ним. Проблемы у нас возникают в двух моментах. В двух операциях. Операция чтения и операция записи. Как вы думаете, что выполняется чаще? На самом деле это кто-то проекта зависит. Не надо сейчас чтения. Правильный ответ это it depends. На самом деле, если мы говорим о стандартном веб-приложении, то действительно операция чтения в большинстве случаев серьезно преобладает над операциями записи. Типа соцсети, например, да? Потому что ленту смотрят все люди, все читают, читают, пишут мало. Хотя опять же логи, логи, логи. Но логи это отдельно, их можно как-то разнести. Например, они на уровне веб-сервиса, логи формируются, их можно в другое место базы. Собственно, когда у нас возникает проблема с доступностью базы данных, когда наша база данных начинает умирать под нагрузкой, первое, что приходит в голову, что? Вертикально. 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 Да, добавить ядер. Добавить голову процессора, добавить памяти, переконфигурировать дисковую подсистему, вынести индексы на SSD диски, данные на 10-ый RAID и так далее, и так далее. Темповую базу вынесли отдельно. Да, да. Ну, на самом деле, в нашем проекте, например, в моем личном проекте, мы масштабировали вертикально. Да, вот недавно как раз, когда у нас было обновление, мы делали миграцию, вот, и там мы реально пересели на большую тачку с нормальным SSD-диском, с кучей оперативы, которая у нас полностью, в принципе, наш проект покрыла. У нас там проект где-то в 30 гигабайт, небольшая база. Ну да, все маленькие. Вот, и полностью положили прямо в оперативу. Вот, и ядер туда засували, ну, честно говоря, много, да, то есть, на 64 оператива сунули порядка 32 ядер. Вот, в принципе, покрыли хорошо так. Вот, но даже при этом наша база, из-за того, что в ней много проходит всяких джобов, она порой, честно говоря, так, себя плоховато порой видит. Так что, вертикально масштабирование, в принципе, там у нас работает, но вот, как-то... Что я могу сказать? Если у вас, вот придете вы поработать, закончите вуз, придете работать, сразу вот вам совет. Если у вас есть возможность ограничиться вертикальным масштабированием, ограничивайтесь. ограничивайтесь им. Потому что горизонтальное масштабирование это боль. на самом деле, это же дешевле. То есть, обычно, да, конечно, это дешевле. Если ты смотришь вертикально, увеличиваешь, особенно вот эту стоечку, в один сервер ты набиваешь вот это пространство, заполняешь дисками, это же очень дорого стоит, на самом деле. Да, да, да. Вот, я там прайсик смотрел, у меня же рядышком сидят как раз ребятки, закупщики. Дешевле же покупать дополнительные тачки, в принципе. Конечно. Собственно, почему это решение обычно и выбирают. Но, если у компании есть деньги, не нужно гнаться за модой, не нужно слушать умные конференции, на которых говорят красивые слова, как мы построили высокопроизводительный кластер на распроизводительный разберри пай. Если у компании есть деньги, лучше ограничиться вертикальным масштабированием. А почему? Ограничиться. Ограничиться, да. Ну, потому что бывает так, что рано или поздно этого оказывается недостаточно. Ну, слишком много денег в том смысле. Да, да. Ограничиться и ТПНС. И ТПНС. Ну, на самом деле, на самом деле есть компании, для которых купить сервер за 12 миллионов долларов и поставить его в серверную, это дешевле, чем разработать Highable Ability решение. На самом деле, тут есть зерно разума, потому что вот знаю точно, каждая стойка, каждый юнит стоит достаточно много денег в плане обслуживания, Поэтому, если мы даже разграничим больше и больше тачек, это в любом случае выйдет, возможно, в долгосрочном дороже. Они еще ломаются. Нет, тут вопрос немножко в другом. На самом деле, это сильно зависит от сферы применения. Крупные банки и телекомы, они шарпинг делать не будут. Там цена консистентности данных, согласованности настолько высока, что действительно поставить мощный сервер им будет дешевле. Кстати, в новостях недавно прочитала, что китайцы сейчас самые мощные сервера. Очень может быть. Очень может быть. До этого добились, так что, возможно, будем сейчас скоро китайское вертикальное масштабирование. В китайском варианте. Ну что ж, поговорили о приятном, теперь начинаем перейдем к боли о том, как с ней бороться. Способы, которыми можно сделать горизонтальное масштабирование, их не так много. Это партиционирование таблиц, репликация и шарпинг. Ну, вообще всем понятно все эти три эпитета, что они означают, термины? Ну, мы их подробнее еще потом расскажем. Более-менее есть понимание, да? Партиционирование таблиц, ну, то же самое, что стекционирование, да? Распределенную... Ну, это и есть партиционирование распределенной таблицы. То есть фактически раскидать как-то на одном, одну логическую таблицу раскидать как-то на физически разном получается местохранение. Ну да, репликация. Понятно? Мы о ней кратко говорили на прошлом и клонирование, по сути, клонирование данных. не чистое клонирование на самом деле можно применять. Это чтобы отказоустойчивость, да? Прежде всего, да. И отказоустойчивость и повышение доступности. Ну и на самом деле, я говорю, можно с помощью репликации есть возможность как-то разгрузить на чтение. Да. Поэтому не только все-таки отказоустойчивость, но и чтительные таблицы. Это мы рассмотрим подробнее позже. Ну и шарпинг. Шарпинг, есть понимание, что такое шарпинг? Вообще нет. Ну, кратко ли? Шарпинг — это разбиение данных по нескольким серверам. В этом случае каждый сервер будет хранить не полную копию данных, а только ее кусочек. Но прежде чем рассматривать эти пункты подробнее, мы остановимся на важном понятии, которое является, наверное, базовым при проектировании высоконагруженных систем. Так называемая теорема CIP. КАП. Называют ее сейчас. КАП, да, можно сказать так. Вчера по поводу нее спорили. Мы с ней не согласны. Давай тогда расскажи нам про нее. Ну да, в чем именно возникал спор? Вот возник, да? Спор. Ну, вообще... Ну, собственно, теорема... В данном случае... Отваливание одного из серверов это нарушение партишн толеранс. Нет, но это же еще и нарушение доступности нет. Нет. Доступность это скорость доступа, скорость отклика системы. Короче, про грибитики практически не только не очень, отчаянется в виду. Качество фрурлеров все время говорится, что типа... У нас никогда не... Она должна быть, должна быть рано или поздно, мы должны получить доступ. Но рано или поздно ты не придет, ты не починешь. И как бы нам, ты не починешь, ты всегда конечная 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 конечная. А если не починешь, то можно там потерять, если вообще все линки внутри. Или можно не пользоваться внешним интернетом, чтобы общаться между собой. Если да, так как-то у нас просто за большее время он будет ходить через тот же самый запросик, в другой таблице осматривать. То есть, в принципе, доступность, не знаю, не знаю, пара часов до Марса, сколько доступность, не помнишь, там говорили? Ой, не помню. Вот, как бы FPS типа до Марса порядка, сколько там, трех минут, что ли, да? А, не, простите, да. По-моему, было больше. Ну, ну, не FPS, там, да, там получается пинг. Вот, пинг до Марса там порядка скольких-то там минут, вот. А, полторы минут, если не ошибаюсь, больше чуть. Вот. И ты имеешь в виду, если такое есть пинг, это норм, да? Это, значит, доступно. все-таки. Ну, если не пинг, все хорошо. Ну, понятно. Ну, давайте все-таки поговорим именно, как так, продуктивно, еще раз рассмотрим суть теоремы, как, вот, мы, кстати, к ней еще не раз вернемся, когда было говорить о новой сквейльных базах данных, вот, поэтому давайте послушаем, да? В принципе, когда у нас есть один сервер, ну, с какой-то натяжкой, можно сказать, что почти все три пункта все-таки соблюдаются. И проблема, когда у нас именно один сервер. Проблема у нас как раз с availability, потому что сервер может стать недоступным и ой. Полностью, считай, потеряли доступ. Да. Пропала сеть, мы потеряли доступ к серверу, все. То есть минимально нужно хотя бы разнести по разным дата-сервисам, дата-санкам. Можно снова включаем дата-санкам? Ну, просто, да? Ну, есть три понятия, относящиеся к высокодоступности и вообще к базам данных. Это согласованность данных, то есть данные должны быть в любой момент времени непротиворечивы. Доступность, понятно, данные должны быть доступны. И устойчивость к разделению, то есть при выпадении узла не должно произойти некорректности отклика данных. И теорема, собственно, заключается в том, что при любой архитектуре, при любых стараниях, попытках можно достичь не более двух из этих трех пунктов. Вот как раз на графике красиво нарисовано. В том случае, если у нас одна с УБД, у нас есть консистентность и есть партишн-толеранс. Вот это ЦП получается, угол, да? Да, это теорема, она не доказана, она эмпирическая. Но в случае одного серого возможно классифицировать как-то базу данных и даже это не получается. Нет, на самом деле ценность ценность другом. Обычно, когда мы выбираем какое-то архитектурное решение, всегда возникает два вопроса, что мы выигрываем и чем мы при этом жертвуем. То есть, не бывает идеальных решений, при которых выигрывают все и не теряет никто. И теорема САП помогает как раз понять, что именно мы теряем, пытаясь что-то выиграть. Допустим, пытаясь вытянуть availability, мы неизбежно потеряем либо консистентность, либо партишн толеранс. А что лучше сохранить? А это зависит от приложения. А если это социальная сеть? Ну, это логично, что консистентность у нее в принципе вторична. Да, для социальной сети важнее всего availability. Да, чтобы люди могли. И в принципе вот в значительной части случаев выбирают, ну вот именно когда мы говорим о решениях availability, они часто опираются вот только на availability, а все остальное так или иначе. Как-нибудь. То есть как получится? Как раз вот есть у них в договорах у многих прописано так называемое СЛА, уровень доступности. и он измеряется там в девятках, да? Да, да, да. Есть тоже как раз вот этого. Есть эмпирическая тоже формула, что каждая девятка в СЛА увеличивает стоимость архитектуры и поддержки на порядок. Ну да, то есть понятно, да, то есть 99, запятая, сколько девятых процентов доступна система у вас в году. Потому что добавление допустим третьей, четвертой девятки означает, нет, это означает репликацию всех данных в дата-центр на другом континенте. Ну, можете оценить масштабы. Очень большие безумные деньги получаются. давайте дальше. Рассмотрим партиционерные таблицы. По факту, да, вот как говорили мы, есть логическая таблица, да, вот, и мы ее хотим, по сути, разделить на куски. То есть, хотим данные хранить в разных файлах, чтобы они были не настолько большие, да, чтобы их читать можно было как-то, ну, быстрее, по факту, да, вот, причем мы можем это сделать не просто, чтобы чтение было быстрее именно в рамках одного сервера, да, а мы можем перенести часть таблицы на другой сервер, другой table space. Вот, смотри, мы перенесли на другой table space, соответственно, мы разгрузили. Мы можем этот table space поместить на другой rate. Да, причем в оперативу ближе, которая, на максимально близко к оперативной памяти, там по чтению естественно, проводите быстрее. Ты все положила, это как одна большая корзина серии, правильно, да? Вот, смотри, и там получается поиск данных в этой большой корзине будет долгий. Ты придется перебрать тебе все, всю эту кучу, чтобы как-то найти нужные данные. А ты положил ее по минутным кусочкам, и в итоге ты знаешь, ага, мне нужно искать, например, вот, здесь, в данном случае, по дням недели, мы видим, по дням разделено, вот, сегодня, вчера, позавчера, и так далее, видим. Вот, соответственно, например, мы знаем, что нужно искать, например, вчера, да, ты сразу в нужную корзину, ищешь это быстрее, чем если ты искала по всей большой корзине, правильно? Это как папка практически? Ну, в каком-то смысле, да. По сути, не совсем по папкам, все-таки лишь по файлам. Это же там, как по файлам разбить. Тыщишь в одном файле, большом, или тыщишь в нескольких файлах, при этом знаешь, о каком нужно ткнуться, чтобы найти. Вот. Ну, и вообще, польза его какая, да? То есть, позволяет антилитетические данные, от изменяющих. То есть, вот есть такое понятие, как операционные данные. То есть, они здесь сейчас используются в операциях различных, они изменяются. Вот. Обычно это вот отдельная партиция с операционными данными. Есть, так называемая статистика или история. Вот. И часто минимальное разделение делают именно операционные данные за текущий день и все остальное статистика. Вот. Это очень важное разделение, потому что, во-первых, мы для более быстрой возможности данные положить в нашу таблицу, да, мы должны исключить туда индексы. Верно? Потому что знаем, что добавление индекса, оно накладывает нас ограничения, необходимость дополнительно тратить ресурсы на то, чтобы упорядочить данные. А очень толстый индекс не поместятся в оперативу. Кстати, да, большие индексы они тоже не поместятся в оперативу. Вот. И поэтому вред проблем. Опять-таки, зачем нам делать индекс по сути на текущий, ну, скажем так, зачем нам делать индекс на текущую, на текущий операцион, оперативные данные, по сути, да, если мы по сути, по ним, ну, очень мало, как бы, мало поиск производит. Нам в основном главное положить туда данные, положить или чуть изменить. индекс на минимальный по ключу по-любому пункту. это одно из таких преимуществ, да, также еще можно воспользоваться физической близостью данных, то есть их держим на отдельных, получается, дисках, да, мы их можем, как бы, мы дефрементировать, данные положить можно ближе другу, в том числе, вот, можем оптимально, соответственно, запросы делать, да, вот, ну, обслуживание, да, естественно, большие таблицу, у нас, например, вы помните, говорили, что, например, вот, нужно индексы, иногда, ну, и таблицу саму, делать, vacuum full, то есть, ее, почищать физические данные, которые были помечены, только удаленно, да, их, ну, как бы, физически, получается удалить, и также, индекс, например, нужно тоже у них, их удалить, их перестроить, в триндексе, и положить как можно ближе в одну кучу, помните, мои говорили, что так, про обслуживание, когда у нас было речь, вот, так вот, профессионирование, она может, как раз, как-то в этом помочь нам, то есть, нам не нужно одну большую таблицу, ее долго, 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 предварительно, не профессионирование, вот, не профессионирование, а продавительно, не вот этот vacuum full, причем vacuum full, как я вам говорил, он требует дополнительно столько же места, сколько занимает таблица с индексами, он по сути дублирует свою информацию, опять-таки, это может не поместиться, даже просто у нас на диск, может возникнуть не такая проблема, поэтому, процентная это может значительно облегчить, такую вещь, ну и также, конечно же, уменьшится размер индекса, вот, тоже понятно, за счет чего, да, это отдельные таблицы, партиции, это отдельные таблицы, поэтому индексы у них отдельно лежат, они сами получатся маленькие, опять-таки, поиск по маленькому индексу, будет куда быстрее, чем поиск по новому большому индексу, тоже понятно, ну, на самом деле, на уровне постгресса, это реализована с помощью наследований как таблиц, наследование это не специальная фича для протиционирования, просто есть возможность в подгрессе делать наследование таблиц, но, в частности, на базе наследования можно сделать протиционирование, то есть, на самом деле, в подгрессе нет специального механизма, который чисто для протиционирования, как есть, например, или как есть в Массискве, выпаска льда тоже я там нативное порционирование очень красиво реализованно вот но все-таки это возможно то есть такую задачу легко можно сделать с помощью механизма наследования данном случае вот мой примерчик маленький да то есть что такое обще наследование вот есть таблица мастер да вот здесь она содержит что и атрибута полностью да все перечислены есть таблица которая делает наследование заметьте она может содержать свои собственные атрибуты и они могут отсутствовать если они чувствуют то соответственно доступны атрибуты те которые есть в аренции но вообще что производится дадут ключевые моменты такие атрибуты у нас задается основные атрибуты задаются при порционировании они задаются на только для вас что и дальше в дочерней таблице возможное select и апдейты делит они тоже возможно но смотрите положить данные можно только сами в очередной нет на самом деле по список это не запретит запретит но это не правильно да там будет такая ситуация что у вас у родительской таблицы вставлены да хотя бы при этом хотели их разделить то есть создав такого как бы иерархия вы получаете на логическом уровне как некие отдельные таблицы ну давайте на примере вот что тут еще так устроить следует заметить то есть вставка только в дочерней желательно сделать в мастер таблицу правительным мы можем делать селик опять делить не запрещается также нужно на дочерней таблице чтобы для правильной работы его налагать ограничения то есть принцип по которому решили их разделить друг от друга да мы должны на него положить не просто картилины но еще и само ограничение чтобы данные оставлялись но коллег чтобы индексом их на эти были разделение вот что еще нужно обратить внимание но при индекс вакуум они будут работать только для дочерних вот поэтому нужно будет вызывать обслуживание делать не на основном мастер таблицу который по сути не да она скорее больше для объединения на логическом уровне вот а нужно будет делать именно на конкретно партийцы на те самые файлы и обслуживание производить именно по ним а вот дальше уже серьезное достаточно ограничение которое нарушает один из пунктов теоремы кап может вы даже скажете какой а почему а вот потому что тут написано пункт 2 посмотрите ребята вот из-за того что у нас партийцы ограничения по уникальности они работают только на уровне самой же таблицы может быть такая ситуация если вы не продумали что у вас будут дубли на уровне другой дочерния 1 дочерния 2 у них могут быть одинаковое значение дубль на логическом уровне или например может нарушаться вот именно что можно сделать так что дубление нет в обычной таблице в обычной таблице если ты создаешь уникальный индекс то дубль то не ставишь это это другой уровень а мы сейчас говорим насчет секционер разделение по файлу наши аналогические таблицы в принципе если вот как раз этот пункт ну хоть как-то можно побороть может быть поставить триггер который будет дополнительной проверки сделать да вот последний пункт из этого списка он является таким очень неприятным и вокруг да для него нормального не придумано и он хуже чем нативная нормально да то есть нет возможности использовать партиционированную таблицу как источник внешнего ключа то есть нельзя на нее сослаться из другой таблицы можно только на конкретную таблицу дочернюю что делает в общем-то бессмысленным использованием с обычно поэтому то очень то есть вот этот именно уровень внешнего ключа уже стараются реализовать на уровне кисельного приложения это там этот все вести аккуратно как раз на дочерние ссылаться можно на главную ты и на главную то сослаться можно но она пустая то есть смотри мы можем сделать внешний ключ и только на уровне конкретной физической таблицы физически на уровне конкретно конкретного таблицы дочери которая отдельный файл а так вот на уровне его может а нам же нужно чтобы она была внешний ключ к этой таблице по символичами из-за этого это просто безусловно если мы сделаем ключ там просто нет мастида а если мы положим еще и в мастер и дочери они будут дублировать ради скорости мы повышаем а вы лобили видите жертвы консистенции но на самом деле действительно очень высоконагруженных системах бывает отказываются вообще от внешних ключей просто ради скорости вставки делается регламентное обслуживание которое проверяет согласован еще смотрится за макивая тест квалиции контрол я же говорила если нам не хватает мощности железа то все остальное это боль так или иначе давайте дальше посмотрим как же вообще делать выборку то есть данном случае мы можем указать что брать только конкретно о какой-то дочери таблице вот например from он ли видите выделен from он не сидит или мы можем сделать выборку из всех дочерних таблиц указал у нее вот зелочку там на конце будут выбираться из всех точек таблиц но окей как же вообще реализовать наследование да то есть прежде всего создают мастер таблицу вот у нас мастер таблица мастер в ней мы объявляем атрибуты описывая необходимые нам ограничение типа над нал до создаем соответственно например ну обязательно создаем первичный ключ без него тоже никак вот далее мы создаем дочери таблицы то есть видим да у нас нет них атрибутов есть только ограничение ограничение накладываться для того чтобы мы как раз положили именно с учетом этого ограничения вложили только ну мы выделили условия по которому мы хотим разделять вот эти напортить нашу основную таблицу например это условие является одним днем для 1 есть на на примере от 1 месяц виден до 10 11 вот то есть каждый месяц у нас появляется новая партица чтобы явно разграничить что данные например вот сегодня месяц скажем 10 до одиннадцатый месяц адреса вот значит нужно новую партицию на в одиннадцатый месяц положить ставится чтобы она именно в этом файле хранилась вот создали указали что она является наследованием от таблицы мальчик то есть не орлицкая таблица родители менять с ним нас еще создали необходимое количество партийцы обычно когда мы инициируем вначале у нас ну и данных вообще нет например да то соответственно нас будет одна партийца текущий день если уже какие-то данные существуют то придется создать уже столько партийцы сколько у нас соответственно по данному ограничению будут обрабатываться нам же нужны данные то есть нужно будет из текущей таблицы толстый раскидывать insert они нужны то есть дочерние таблица а потом из главной все эти данные удалить окей создали наша дочерняя таблица не указали ограничение далее мы создаем индекса вот задание индексов по сути является обязательно как думаешь для чего это делается ну на самом деле все просто для чего-то делается например мы делаем запрос в котором указан просто что возьми скажем сообщение которые были за месяц ноябрь из основной логической таблицы то есть на мастер указывает соответственно имея индекс система поймет что индекс на тоже ограничение это у нас есть на чек было на него же мы накладывали индекс такой же и тем самым мы получили что система увидела есть индекс на тип да есть ограничение на тип да значит нужно искать не во всех его точек таблиц нужно сказать только в конкретных которые этот чек срабатывает явным образом и сам сам планировщик он понимает что нужно идти в этот файл и там его пищи на самом деле можно протестировать для интересы и увидеть что ну сильно ищет за только ноябрь будет искать он будет только одну дочернюю таблицу смотреть один файл перебирать планировщик при этом потом даже показывать сколько он обошел если например вы будете заряд искать он покажет 12 партица был он все 12 обыскал а всего там 20 индексы всегда в данном случае видно же что create он дочерняя 1 родительская пустая в ней нет данных какие индексы бессмысленно не не да нет времени мы не просто запрос делал родительская только на селектор работает по сути экологическое объединение индекс помогает именно что при логическом вроде бы вызовет остановиться к таблице он понимает что нужно сказать дочернике какой именно и тем самым все это быстро ускоряет сам поиск вот также для обслуживания рекомендуется водить триггер смотрите например сегодня не то что рекомендуется это единственный возможный способ ну да чтоб самому не делать то есть смотрите сегодня 31 ноября у нас на следующий месяц партица еще не существует но она должна быть по факту вот тогда как же во-первых создать партицу ну ладно окей мы можем сделать на крон крон будут нас создать ну крон шедулер то есть некая служба который понимает что да у нас день сегодня ноябрь 31 нужно создать новую партицу хорошо создать это норму а как же быть тогда с тем что например у нас тут вставку в основную нашу вирус ку таблицу так что дар скинуть эти как раз ставки на дочери то есть еще раз в подгресса нет нативного способа вставки в родительскую таблицу автоматически распределить протисонировать на отдельные таблицы это приходится делать вручную и собственно для этого для того чтобы маршрутизировать вставки в родительскую таблицу на конкретную нужную дочерню обычно делается триггер before insert который делает вставка у которой определяет исходя из данных какая партиция нам нужно заменяет этот запрос он делает реально вставку в конкретную партицию и возвращает на ул для того чтобы отменить операцию в родительскую таблицу непонятно конечно вариант можно сделать иначе то можно сразу в серверном приложении сказать что вот ты ложи-ка в таблицу например ниша год 2015 месяц 10 10 но и в течение конкретно туда обычно приложение какой-нибудь урм которому слишком сложная логика поэтому проще сделать триггер еще раз понятно что делает этот триггер он он смотрит данные определяет в какую партицию нужно эти данные положить сам кладет данные в эту партицию и возвращает нам для того чтобы отменить вставку в родительскую таблицу по тому же чеку который мой дел который мы при создании дочерней таблицы но показывать если он входит в этот чек соответственно вставку сюда будут успешными да то есть не будет ругаться вот если нет то идет дальше и так он перебирает все необходимые все возможные партиции и вставлять но иначе он бывает что out of range да то есть я не могу все равно вставить нагрушают чеки на и все соответственно что невозможно окей но обратите внимание что этот триггер before insert ну да в данном случае видно это перед потому что он должен что сделать я уже два раза повторил эту фразу что он должен сделать зачем он должен вернуть 0 да он должен отменять отменять ставку основного логическую и направляет соответственно ставку конкретно чем ну недостатки сразу понятно да это нужно контролировать консистентность через чек ограничений нужно соответственно создавать эти вот новые партиции вот их как-то по крону там нужно вот нужно запускать все vacuum full аналайз и так далее это долго будет это слишком большие накладные расходы можно конечно но обычно этого избегают то что это каждый раз будет про это запрос на проверку существования таблицы внутри этого триггера это слишком дорого поэтому крону проще проще последний день месяца или вчера сегодня создавать назад вот на самом деле еще я в практике реализовывал партицию до порционирование большая таблица у нас было создание таблиц партица было на случай то есть медицинская система да вот ежедневно там ну там не ежедневно и были примерно ежемесячно мы делали партица да вот и я создавал на уровне того что делал вот не такой роза запрос а создавал по сути динамический запрос то есть вот смотрите данном случае прослеживать явная явная закономеренность что вот сюда вот проверяется год правильно а вот используется месяц только два момента будет меняться верно вот ведь что делал я проверял коль ты записи вот и и на партинг на части вот а вот insert я выполнял его с помощью так называемый динамического запроса то есть с помощью увидеть текста его преобразовывал дополнял часть вот месяц дополнял помощью партнер вот и тем самым потом делал вызов динамического запроса тип выполнение текст запроса тем сам получал сразу ставку ну это считает это считается плохой практикой потому что динамический это дни дешево и реально дешевле пробежаться сто пятьсот ифов ну ничего всем все таки если это просто если это дешево достаточно если это просто еще это зависит от количества партиций есть решение партиций там их миллион до сто пятьсот то это пробежаться их уже станет дорого ну да вообще было бы совсем неудобно но в общем вариант на самом деле есть быть здорово да как что-то ускорить улучшить например путем динамического запроса вот просто нужно подумать как это лучше сделать еще есть момент которые приходится иметь ввиду это случае апдейта который аффектит поле который мы используем для партиционирования в общем то его придется перекладывать из партиции в партицию вручную ну даже понятно ну если при этом если он не в пределах той же партиции после апдейта будет переедет в другую то придется сделать ручками дэлит и ручками insert это понятно смотри у нас данные лежат уже какой-то дочери таблицы в ней мы говорим что из этой дочери таблицы должен данный переместить в другую дочери таблицу никакого триггер у тебя там естественно нет смысл тригер ручных делать это на каждую чем это мистер и что лежит на то очень безумно тогда получается что тебе нужно именно ручками оттуда выручить и перенести в нужном который чек нормально сработать это можно в принципе как один из вариантов решения проблем можно сделать триггер без можно сделать триггер бифа апдейт на родительской таблице который проверяет попадает ли new в те же в ту же самую партицию что и old если попадает тогда продолжаем да а если не попадает тогда делаем удаление и вставку в новую партию отменяем да и возвращаем но сложности свои но что поделаешь причем заметьте апдейт вроде бы кратерской но при этом будут проверки там идти именно в самом этом в дочери потому что только там это тоже будет бифа ну окей до сложности есть и свои недостатки не 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 имея нативный нативного партиционирования но я думаю это исправит на самом деле все-таки возможно сработают развивается достаточно быстро что есть шанс исправит когда руки доберутся ну вот сейчас мы говорили о повышении availability а теперь попробуем поговорить о том как можно повысить другую букву ну для начала р мы сделаем сейчас прошли давайте 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 продолжим мы поговорили о повышении availability сейчас поговорим об улучшении другой буквы а именно консистенции в каких случаях нам может понадобиться распределенной транзакции начнем наверное с небольшого примера самый первый случай когда я лично столкнулась распределенными транзакциями у меня была реальная задача у меня был сервер oracle в нем лежали некоторые данные это был ритейл данные о продажах там чеки oracle рядом стоял сервер msql на котором крутилась 1с к и нужно было по окончании рабочего дня когда закрывались в магазине кассы нужно было запустить выгрузку данных из оракла в мсql какая может быть возник проблема при этой решении этой задачи данных много за один заход 1 select 1 insert их просто так не выгрузишь поэтому приходилось их грузить пачками вот как это происходило я брала данные некоторую часть данных в оракле select его их помечала их как экспортированные вставляла в мссql делала комит в мссql затем делала комит в оракле после этого я могла взять следующую порцию данных проделал с ней тоже сам в общем-то это была такая ручная велосипедная реализация двухфазного комита именно вот такая вот распределенная транзакция которая выполняется на нескольких узлах в каких случаях нам еще могут потребоваться распределенные транзакции ну допустим у нас социальная сеть на одном сервере лежит информация о пользователе на другом сервере лежит информация допустим фотографиях и нам нужно привести на нужно вставить допустим новую фотографию и том же сервере там где лежат данные о пользователе нужно проапдейтить некий счетчик количество фотографий ну допустим для того чтобы эта операция была абсолютно точно и надежно и из полной гарантии гарантии совершена на обоих серверах нам нужно что сделать нужно сделать то же самое нужно открыть транзакцию на обоих серверах сделать запись в одну базу сделать запись в другую базу закомитить там закомитить там все если мы на каком-то и шаге получаем ошибку мы делаем роллбэк транзакции до соперих машин но собственно это требование к распределенной транзакции они достаточно очевидны мы обеспечиваем согласованность данных все остальное из этого вытекает вы видите схему в которую я собственно описала сейчас своими словами с два ресурса подготовка обычно в большинстве случаев реальная реализация двухвазного комита распределенной транзакции существуют именно таких велосипедных решениях именно руками открываем транзакции делаем комиты но на самом деле есть и специальные сервисы под названием transaction manager целью которого является управление всей этой кухней в том числе продвинутые transaction менеджеры они могут даже продолжить транзакцию после сбоя сервера это третья сторона на самом деле вот в этой цепочке реквеста припая припает комит и дан есть один неочевидный момент мы можем сделать комит на одном из серверов мы его уже сделали а на другом сервере у нас комит не прошел и мы уже не можем сделать роллбэк на тех серверах на которых мы сделали комит ну понятно потому что мы уже мы уже сказали комит мы не можем после того как мы сказали комит мы не можем сделать роллбэк вот задачи transaction менеджера как раз в числе прочего является решение вот такой коллизии которая решается либо вот таки вот ручным делитом обратно либо после восстановления после сбоя он сначала пытается сделать дальше комиты эти уж совсем не получилось тогда уже делает обратную транзакцию да да то есть все это решается когда мы работаем но в любом случае когда мы работаем на нескольких узлах мы уже идем в область допущений и везения схема двухвазного комитета собственно словами я вам уже описал она делится на фазу подготовки когда данные нескольких базах готовятся к выполнению когда при этом генерируется уникальный идентификатор этой транзакции по нему это возможно все эти операции дальше продолжать после восстановления после сбоя или наоборот откатывать и собственно фаза фиксации после того как все узлы готовы провести комит координатор транзакции собственно отдает команду за комитинг данные ну как я уже говорила это решение зачастую она применяется очень часто она сама очевидно и когда разработчики сталкиваются с необходимостью ввести согласованные данные на нескольких узлах в общем-то часто пишут вот такой велосипед самостоятельно как это сделала я свое время акции тоже подобного цвет писал а вот когда нужно было делать интеграцию путем xml то есть у меня выгружал сэмэль данная я строил очередь вот эту очередь пулял туда в неизвестность вот ждал от нее откликов соответственно обратная была ответка называлась что типа да я принял данные типа все нормально может мне больше не слазь это было такое односторонняя посылка это было чуть попроще ну а теперь мы поговорим собственно снова о повышении доступности на самом деле я на предыдущей паре когда мы разговаривали о безопасности и конфигурация немножко сталкивался с тем репликации частности выделяла что есть соответствующие конфигурации но в конфигах и соответствующие пункты которые отвечают за потоковую репликацию но прошлое занятие она была скорее так больше обзор поговорили вообще что такое репликация да и какая вот такой репликации по какому принципу она сделана сейчас давайте поговорим непосредственно как репликация может помочь нам высокой доступности на самом деле для почти всех баз данных даже надо не почти для всех баз данных есть те или иные решения для репликации да есть встроенные поставляемые вместе с базой данных из коробки кстати у всех вас есть не у всех но почти у всех ну и москвей нет нативной репликации хотя может последних версиях есть наверное есть да все таки они сделали все таки и межу оракул занимался возможно потом я думаю не сделаешь в пас грей сквель до версии 90 даже скорее до 99 1 даже до 93 нормально нормально работала но она падала собака и ребятки куда у нас админочники установили 93 перешли на нее они наконец-то сдохнули с облегчением поэтому все таки 93 она нормально стабильно работающий репликации потоковая ну это именно потоковая репликация которая делается особым механизмом на самом деле нужно упомянуть о том что есть несколько вариантов как можно реализовать репликацию самый простой способ это повесить триггер который все изменения берет и отправляет на другой сервер по звездкой или есть дл триггеры кейс триггеры для данных и вот самые ранние решения которые существовали до того как завезли пас грей сквель нативную репликацию были реализованы именно таким образом с помощью триггеров которые мониторили все изменения в базе и отправляли их в реплику по сути сохранно получается репликация выполняет себя это синхронно как только данные изменились он послал этот механизм этот механизм можно было сделать так синхронно такая синхронная синхронная напрямую а синхронно через очередь ну да вот сложить вообще синхронная репликация понятно да соответственно получается мастер база на почта ожидает того когда будет подтверждение от его дочерних слоев опять же это повышает консистентность понижает availability потому что на соответственно его узла дочерних будет актуальна информация и повышает повышает партишный толеранс синхронная реплика повышает частности получается сразу будет понятно с узлами как что поступать вот но и асинхронная репликация на понятно да что есть какие-то задержки вот частности асинхронная репликация в пас грейсе потоковая она делается путем журнала на волк раз у полу логом до помните я говорю за те самые традиционные логи которые были системе пишутся соответственно все инсерты обдельные схемы они пишутся в отдельный лог и оттуда уже потом забираются его учатся с лейбером то есть за счет у них он не читает кусочками у себя выполняет самым надежным кластером с репликами считается вариант когда ставится ну понятно ставится основной сервер доступны на запись ставится одна синхронная реплика и ставится одна или несколько асинхронных реплик благодаря этому достигается такой вариант что в случае падения основного мастер сервера у нас в принципе есть полная копия этого сервера с данными актуальными вот на момент последней транзакции полностью актуальны то есть мы вообще ничего при этом не теряем но в самом страшном случае если мы потеряли оба этих сервера но на этот случай у нас есть асинхронная реплика которая в принципе могла немножко отстать но она скорее всего отстанет но не сильно вот в зависимости от нагрузки ну да если там много бывают сервисы для которых потеря даже одной транзакции очень критично потери платеж все наши репутацию но понятно да есть принципе такие репликации есть мастер слой самая распространенная репликация до наиболее стандартная репликация есть ключевая база мастер нее возможно все операции и есть слой слой либо в чистом виде только как копирует полную данную то есть у него запрещены любые операции да либо он доступен на совершение запроса то есть он может разгрузить частично за счет того что он может давно выдавать на сервер отвечать и есть соответственно репликация мастер-мастер то есть нас оба получается сервера баз данных они между собой сообщаются при этом возможна операция удаление обновления как в одном так и другом случае вот в принципе как я и говорил еще на прошлой паре мастер-слой она репликация была потоковая по сбросе сделан из 9 3 версии нормально но здесь анонсировали в 9090 на сервере вот а мастер-то мастер-то бидименшинал репликация потоковая она появилась с версии 95 тоже уже в коробке поэтому можно использовать ее вот конечно если ну наиболее часто все-таки является именно решение с мастер-слой репликации это позволяет ну сравнительно легким путем обеспечить масштабирование в той ситуации когда у нас операции чтения очень серьезно превышает к операции записи для большинства сервисов да да есть обычно какой-нибудь веб-сервис ставится мастер на которые идут чтение и запись и ставится одна или даже несколько реплик реплик можно поставить хоть 50 кто-то очень будут раздавать различных отчетных систем получается прям очень кто ну да потому что отчетную систему не только на только на чтение но вообще понятно да что реплика это копии копию данной репликации сама сама процессор с построением хочется копии ну и кластер это получается объединение элементов общих систем кластер функционально он функционируется самостоятельно обычно когда мы имеем дело с кластером приложение даже не подозревает о том что там есть мастер реплика там где-то чтение это записи на продолжение просто думать что у него есть не собака и все то есть в этом главное отличие кстати а когда устанавливаем например наш постгресс на юник-систему да то там есть так называемая и дб команда который обязательно нужно выполнить присутки она как раз создаст новый кластер именно понимание именно кластер она уже идет вот именно с момент установки определили что вот здесь база я ее объявил систему меня есть база вот кластер ну в целом более менее думаю понятно да а если своими словами то репликация понятно то несколько вещей систем они друг от любезна кластер это набор каких-то сервисов которые не знают он является ли нет это пол пол серверов данных это пол серверов данных которые с точки зрения конечного клиента функционирует как одна машина да да обычно но есть эти есть некий балансер менеджер кластера сервис которые до которые перенаправляет данные на разу прозрачно например в данном случае если говорить об отчетной системе то балансер направил запросы на отчетов на слайд примерно кластер конкурс программно программно-аппаратный комплекс можно так сказать обычно обычно впереди кластер это собственно элементом которые из разрозненного пола серверов формируют именно кластер это вот является некий менеджер кластера единый сервис через точка входа в этот кластер на логическое беднение так и элемент кластер на счету это элемент ну вот есть балансер он знает какие у меня есть вообще элементы ну элементы да смотри общая система в ней много элементов кусочек и у меня есть балансер который знает какие у меня и он направляет например отчетную систему нужно тебе вот он сейчас это это низко нагружен это сервер из кластера тут немножко получается дублирование терминологии за которая немножко дальше возникает непонимание с точки зрения архитектуры кластер это пул серверов да у которого есть этот менеджер балансер вот но в терминах по игры SQL кластером названа структура файлов на диске по сути это было просто это вот такое низкоуровневое название это дублирование терминологии такие да мы очень много говорили о масштабировании до этого у нас было много хороших решений которые позволяют справиться с проблемой масштабирования данных ну не совсем до конца хорошее решение они ведь ну достаточно хорошие вот если особенно требуется например много мастер мастер баз что ли делать мастер 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 это тоже плохое решение потому что это просто повышение нагрузки на все сервера на все она сможет разгрузить да поэтому не совсем все таки хорошие не совсем скажем так стандартное хорошее решение мощный сервер другое хорошее решение это мастер и куча реплик партиционирование это тоже в принципе хорошее решение несмотря на проблемы но к сожалению рано или поздно получается ситуация когда нам всего этого перестает хватать и тогда нам приходится делать шардинг вот шардинг это это реальная боль собственно я не зря выбрала эту картинку потому что она очень хорошо иллюстрирует то что происходит при шардинге мы разбиваем наши целостные данные на кучу осколков а потом пытаемся с ними работать как будто они все еще целостные она все еще на одном сервере вообще почему прибегает к шардингу потому что один сервер перестал справляться с нагрузкой доставят еще один и делят данные между ними но решение конечно принципе сама проблема и решение было придумано давно и с тех пор огромное количество умных людей над этой проблемой работали было написано очень много решений промышленного уровня которые позволяют весь этот шардинг весь пул шардов объединить в кластер который для приложения будет выглядеть единым как будто у нас нет разбиение собственно данном слайде да да на этом слайде вы видите пример несколько вариантов таких решений вот все они обладают разной степенью протекаемости абстракций то есть где-то сильно торчит шардинг из этого решения где-то он хорошо запрятан где-то одни проблемы где-то другие где-то все выглядит красиво но когда запросы начинают разъезжаться по шардам все начинает сильно тормозить в неожиданных местах в общем несмотря на наличие огромных количества огромного количества готовых решений чаще всего делается примерно так ну как обычно хорошие готовые решения стоит нехороших денег даже очень нехороших денег все хотят экономить не очень хорошее решение стоят бесплатно но они не очень хорошие программисты конечно тоже стоят денег но тем не менее это некоторые измеримые деньги поэтому которые сходили на конференции послушали про шардинг узнали как его надо делать и пришли его делать собственно схема шарлинга да на картинке все понятно у нас есть энное количество шардов у нас есть энное количество серверов приложений и каждый сервер приложений вычисляет какой шаг ему нужно пойти и идет ну собственно шарлинг это боль шарлинг это зло если мы делаем шарлинг велосипед своими руками конечно это повышение сложности сквель кода и не только сквель кода это сложность повышение сложности архитектуры приложения и администрирование тоже да это огромные накладные расходы особенно если чайки тысячи диски слетает сервера там вообще же паник это для начала это головная боль программиста внутри приложения нужно понять какому шарду обратиться за коннекция к нему поработать с данными если нам внезапно нужны данные не с одного шарда с нескольких до приходится делать объединение сложности проблемы повышаются еще сильнее если у нас несколько шардов каждому из них нужна реплика повышение накладных расходов нужно еще больше серверов понятно дополнительные работы регламентное обслуживание все такое но самая большая проблема я ее оставила напоследок эта сложность перебалансировки кластера но она на самом деле не ограничивается только вот этим вот пунктом увеличения уменьшения количества узлов на самом деле самая главная проблема при шардинге это выбрать признак по которому мы делаем шардинг да и если проблема перебалансировки она еще худо-бедно как-то решается да да вот проблему неправильно выбранного атрибута для шарбинга эту проблему решить без изменения архитектуры приложения в принципе невозможно конечно конечно например есть у нас пользователи которые платят деньги переводы делают переводы делают друг другу что такое перевод это запись таблица платежей допустим там что такое пользователь вот это тоже некая запись какой-то таблицы да у пользователя есть идентификатор допустим e-mail ну так вот если подумать пользователем а почему бы не взять e-mail в качестве признака для шарлинга типа помогли что без нет ну хэш функция которая вычисляет там некое шардовое число мы берем хэш функцию и вычисляем шард обычно шарлинг но для того чтобы уменьшить проблемы перебалансировки кластера обычно шарлинг делается в два шага первым шагом мы делаем формируем какой-то некой виртуальное пространство но будет заведомо большое например тысячи шардов ну то есть мы так думаем как бы мы не развивались но вот в тысячу много точно не упремся делаем виртуальный шарлинг на тысячу узлов на после этого вот эти виртуальные узлы мы уже собираем в корзины физические шарды допустим у нас тысячи виртуальных шардов но реально у нас всего там пять серверов и мы складываем там по 200 виртуальных узлов у нас идут на один реальный ну вот выбрали мы допустим в качестве атрибута для шарлинга e-mail пользователя считаем хэш функцию вычисляет шарт подходящий то есть фору функция получается дерминированная четко всегда получаем одно значение вот все красиво каждый пользователь живет в своем логическом шарде которые свою очередь живет физическом все друг другу платят более-менее равномерно получается а потом приходят менеджеры говорят а не плохо бы чтобы пользователям платили с этого дела комиссию сказано сделано заводим пользователя под названием комиссия все к нему идут и со всех платежей начинает идти платеж комиссии дальше ok пользователи это хорошо а секунду газпром позвать себе а давайте мы заведем магазины и пользователи будут платить в магазины сказано сделано заводим пользователя магазин номер один и все начинают его платить в общем если не очень хорошо подумать при выборе атрибута для шарпинга мы получаем такой вот перекос объема данных получится в какие-то шарли у тебя свободно какие-то там да и эту проблему за перетаскивать до руками давайте мы переименуем там комиссия комиссия в комиссии 01 и она попадет в другой шар давайте переименуем магазин 01 в магазин 02 он попадет другой шар при этом ну вот таким образом получается проблеме выбора признака по которому шар делить ходить так достаточно продуманно да дает так продумать что же так вот ошибешься а потом будешь иметь дело с этой проблемой долго ну действительно переделать на это вообще сложно еще в программном коде кучу все переделывать ну реально жена смена атрибута шардинга это реально переписывание архитектуры приложения по сути так что шарлинг это зло но к сожалению шарлинг это неизбежное зло если у нас нет возможности покупать сервера за 12 миллионов ну это так с потолка ну и плюс туда еще примерно столько же за оракловый кластер который нам сделает вид что мы работаем с одной б.д. на самом деле не обязательно чтобы оракловскую железку покупать вот можно и хороших обминов иметь которые настроят так что будут как и оракловской железки очень сложно скорости такой не будет нужен хороший сторож хороший сторож сервера к сожалению в нашей реальности в реальности людей которые пишут веб-приложения шардинг это действительно неизбежное зло потому что это реально остается единственный способ который позволит увеличить скорость записи то есть если скорость чтения мы в любой момент можем увеличить добавив реплику да то скорость записи у нас если мы не можем увеличить мощность сервера решается только с помощью шарлинга да мастер-мастерный особо может только усилить получаются объемы конечно таким образом мы можем конечно еще сэкономить денег мы можем делать разбивку данных на огромное количество достаточно дешевых серверов нагрузка между ними размазывается да да это шарлинг это способ построить как-то виртуализировать все это виртуализировать а все равно таскать эти куски там данные данные поэтому с тасканием сложно ну то есть это способ простым дешевым не сказать что простым но по крайней мере дешевым с точки зрения железа способом построить хайва лобилити решения и такой последний пункт он достаточно спорный но тем не менее если у нас шардинг то в случае какого-то странной совершенно ужасной ситуации бум уж туда стропы при этом что слой вы у него были в том что-то мы теряем если что данные только на одном шарке ну ты конечно смеешься но вот мы когда последний раз с админами нашими обсуждали архитектуру приложения нам админы так и сказали делайте шарлинг чтобы в лучше чего не потерять все данные хотя бы часть данных да хотя бы часть данных тоже хранится все ты рассказывала когда вы села в мтс и делали что там типа этот безумные деньги оптика шла там сколько там из одного континента не континента конечно разнеси но там порядка семистошки но в телеком агда достаточно серьезно приходится вкладываться что там явно атомную бомбу 1 взорвалась а другом слоев хотя тут сохранился да как там даже проводят учение дизастры кавари но проблема шардинга мы их в общем то уже перечисляли по ходу дела но очевидная проблема поддержка ссылочной ссылочной целостности то есть консистентность это не про шардинг а вот мы здесь сортировка двигаться данных между шардами да это проблема то есть нам нужно вытягивать данные как на сервер же они вытянутся на сервер и на сервере положится сервер грузим сильно получается нет если если нам нужно допустим сделать отчет собрать данные по платежам всех пользователей да 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 нам нужно бежать по всем руками приходится делать вот переразбивка шардов да это проблема ну про смену атрибутов да уже говорили но перераспределение шарда это тоже проблема даже вот если мы используем это решение с виртуальными и физическими спейсами то все равно фактически если мы хотим добавить узел физический то нам как минимум нужно поставить этот сервер включить на него реплики а потом после того как он от реплицируется отовсюду где нам нужно нам нужно поудалять лишние шарды логически для того чтобы сделать переразбиение ну даже там пока не тут не терялись все что нужно там было ну да слушайте не сложно значит сервис не стоит на месте уже постоянно работает но еще одна не очень очевидная проблема управления соединениями но количество сокетов у системы конечкой конечно всего но даже так если брать даже москвей да все равно там насколько на даже десять тысяч коннектов если у нас очень 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 такой серьезный шарлинг много узлов то получается приложение будет устанавливать огромное количество коннектов к разным данным и для эффективности работы она же будут эти коннекты держать то есть получается веб-сервис у нас например да ему придется держать по 200 а по 200 в бомбе 1 сервис получается достаточно много ход памяти получится отовсюду и очень много открытых по коннектов из сервера приложений так или иначе так или иначе эти проблемы пытаются решать для того чтобы упростить сборку данных с разных шардов используется денормализация данные копируются на разные шарды то же самое решение с помощью справочных таблиц ну например как можно было решить до шареные справочники которые лежат во всех шардах то есть как можно было решить тоже нет мы нет мы пытаемся решить проблему ссылочной целостности если мы делаем шарен по всем шардам справочник тот мы можем на него ссылаться ну виртуальный шаринг это то о чем я говорила мы сначала делаем шаринг на некоторые виртуальное пространство потом его уже физическое как с каким способом делается этот виртуальный шаринг но чаще всего самый простой вариант просто в таблице которую мы подвергаем шарингу вы просто делаем поле шарт и пишем в него вот этот логический узел а для поиска физического шарда у нас есть конфиг какой-нибудь который говорит что мы эту тысячу наших шардов делим там на 5 или на 8 делим поровну или там с 1 по 50 мы идем туда это формула и формула если у нас было изменение переразбиение то мы можем даже там в конфиге записать то там до 1 января 2016 года у нас было восемь шардов а потом у нас стало 12 изменили циферки там дженерик получается приложение серверного да нужно учитывать как раз что не на нем идет логика и разбиение шардов а именно на какой-то стороннюю ну например какой-то базе так как вариант написано там вот есть дженерик вот на самом деле говоришь на и на последнем пункте можно просто завести отдельный сервис справочник идентификаторов которые по идентификатору выдает каком шарде он сейчас лежит нет а ну да да я имел вот это в том числе потому что это справочник он понимая сколько шардов где и как в общем если мы выбираем допустим решение если мы выбираем round robin что у нас допустим 200 там шардов и случайным образом любой из этих шардов у нас кладет запись то мы вполне можем положить на каком-нибудь очень очень быстром сервисе он там что таранпуль допустим мы можем положить вот этот вот простой индекс кивэлью наш идентификатор да наш идентификатор и шард в котором он лежит это тоже один из вариантов который очень сильно упрощает эти проблемы переразбиение кластера но не только переразбиение чем перенаправление получается сразу то есть системы не смотрят не думают что единственно что доступ данным происходит два шага сначала мы идем в индекса потом уже идем за данными все нормально быстро база решает же все это как раз быстро еще одно популярное решение собственно почему было выбрано в том самом приложении которым я говорила почему был выбран шарпинг по юзеру потому что думали что очень удобно с точки зрения поддержки ссылочной целостности очень удобно хранить данные связанные с пользователем одним всего рядом учим ну да типа можно пройтись по всему пользователю проверить его связки тогда да то есть его целостность по нему допустим если конить блога допустим тоже можно хранить пользователя со всеми его сообщениями со всеми его данными можно хранить в отдельном шарте я представляю как был выглядел бы шартинг если бы на уровне за там не пользоваться ли у лицевого счета было они за на уровне дня например какого-то дамы месяц ну вот ты зря смеешься как раз вот платежки нормально делать оперативные базы именно платежи делая травм-дроби а потом они принципе безыменяны не требуется частое обращение то от кого пришел куда дашь кому там принципе сам факт до прохождение успешно не успешно статус ну наверно да особенно будут оперативные последние свежие платежки не будут наиболее востребованы и будет раунд-робин позволяет абсолютно ровно размазать до полу серверов разгрузить ну собственно на этом пожалуй все и и и